Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня у нас будет необычное видео, потому что недавно произошло день рождения проекта Амазин Хрюплей и ему исполнилось 7 лет. В этом ролике я вам хочу рассказать свою историю, как я начал играть на проекте Амазин Хрюплей, как я вообще познакомился с этим проектом и как я вообще узнал про игру GTA CRMP. То есть ролик будет максимально интересный, я вам советую его посмотреть от начала и до конца, потому что подобного, я думаю, я еще не снимал. То есть это будет сугубо, получается, разговорный ролик, но максимально интересный. Я думаю, вы понимаете, что 7 лет как бы это большая цифра, понимаете, 7 лет просто уже существует проект Амазин Хрюплей, на котором я играю достаточно долго, а сколько именно, я вам тоже об этом расскажу. Также хотел вам рассказать о том, что проходит конкурс в честь день рождения проекта Амазин Хрюплей. Очень как бы хорошие призы, условия очень простые, вам всего лишь нужно зарегистрироваться на проект Амазин Хрюплей, на любой сервачок, ввести специальный промокод, отыграть 48 часов, вы за это получите 250 тысяч, также нужно сделать репост и пройти начальные 2 квеста, и вы будете участвовать в данном конкурсе. Я вам всем советую поучаствовать, потому что в этом конкурсе можно выиграть очень много всего интересного и просто стать миллионером на данном проекте. Ссылочка на группу будет в описании, поэтому переходите по ссылке, там будет пост, в котором все подробно расписано и написано. Ну а для тех, кто только собирается начинать играть на проекте Амазин Хрюплей, есть, конечно же, мой промокод. Полканов, этот промокод можно вводить на любом сервачке, за этот промокод вы получите 450 тысяч. Ну а я вам желаю, конечно же, приятного просмотра, приятного аппетита. Вместе с вами, думаю, понастригируем, потому что у меня есть уникальные скриншоты тех времен, когда я играл на проекте, поэтому я думаю, вы реально кайфанете. Ну, начнем вообще с того, как я начал играть в игру GTA CRMP, потому что многие, думаю, об этом не знают, потому что я об этом мало где рассказывал. Получается, я был в возрасте 15-16 лет, я играл в обычные игры не по сети, и потом вдруг я случайно ткнулся на канал ГВР, и они там играли в игру под названием GTA CRMP, то есть Криминальная Россия. Меня, конечно же, это заинтересовало, я, получается, скачал игру, скачал мультиплеер, и начал играть в GTA CRMP. Но я начал играть не на проекте Мазин Холиплей, а изначально я играл на всяких бонусниках, Дрифт Северахтам и так далее, потому что, ну, я не мог понять, как мне вообще найти этот проект, как бы, и я эту мысль просто забросил. Где-то полгода я играл просто на бонусниках, на Дрифт Северахтам и так далее, просто катался, фанился там и так далее. По итогу был 15-й год, я, как бы, летом играл, это, по-моему, был июнь или июль, и я открыл вкладку интернет. Это вкладка, в которой показаны все сервера, которые есть, в принципе, в GTA CRMP, и там я увидел онлайн 60. И это был проект Мазин Холиплей, на тот момент был один сервачок, и для меня увидеть онлайн 60, это было очень просто много, потому что обычно я играл на серверах, где онлайн был 10, 20. А здесь я такой вечером сижу и вижу то, что онлайн 60, и я сразу решил залететь на данный сервачок. Я зашел, это был Амазин Холиплей, домик в деревне, получается, и я тогда просто охренел, потому что там было много людей, ну, по меркам CRMP, 60 человек, для меня тогда это было очень много людей. По итогу я зашел на сервачок, начал там играть, я тогда не знал вообще, что делать, я не знал, что такое РП, я не знал, что такое Бэтчат, я не знал, что вообще, в принципе, делать, понимаете? Я был просто реально растерян, потому что я не понимал, что вообще мне делать. Но я потихоньку как-то разобрался, смотрел видосики там туда-сюда, и я помню то, что я постоянно просто сидел и работал на водолазах, которые были, получается, в Южном. Я тогда просто работал водолазом, копил деньги, как бы, и вообще ничего не знал, кроме водолазов. Как бы, да, там были другие работы, но почему-то я изначально начал работать на водолазах, и постоянно работал там, и копил деньги. Я себе сначала, помню, купил Запорожец, потом Таврию, потом Семерку, и вот так постепенно-постепенно развивался. По итогу мне потом надоело играть, я просто не понимал, как заработать денег, я не мог никак нормально развиться, купить себе какую-то классную машину, и я просто забросил, как бы, данную игру. И ушел играть на проект в МТА, получается, это был CCD Planet. По итогу мне МТА, как бы, надоело, и я решил вернуться обратно в КРМП, потому что там играть начал мой одногруппник, он же ютубер, получается, Тимоха Домино. Как бы, он играл на первом сервачке, он снимал видосики, уже тогда он был популярнее, чем я, по сути, потому что у него там была аудитория, у него были, как бы, нормальные просмотры, и я тогда просто залетел, меня там никто не знал. То есть, я постепенно развивался, помню, я себе купил волчок, получается, точнее, лупатый, поцелупатый. Лупатый тогда стоил 80 тысяч, пацаны, я думаю, у многих была эта машина, потому что она была самая нормальная и самая дешевая из тех, которые можно купить. Поэтому я купил себе волчок, покрасил, помню, в фиолетовый цвет и катался просто, как бы, развивался там и так далее. По итогу, пацаны, на первом сервачке я отыграл очень много времени, если в целом так почитать, я примерно играю в КРМП 6 лет, пацаны. И на первом серваке я отыграл больше всего времени, потому что сейчас я играю, если что, на втором серваке, на елов, поэтому, кто желает, можете, как бы, ко мне приходить. Но на первом серваке я отыграл максимально просто много времени, ну, реально, где-то 5 лет просто я там играл. Да, бывало такое то, что я уходил, меня там баннили, деактивировали там и так далее, но всё равно, как бы, я возвращался. Я вам скажу, пацаны, одно то, что я играл на многих проектах, это и Радмир, и Родина Роллиплей, и КРМП РП, то есть я играл на многих проектах, на разных серверах, и, честно, для меня, вот, больше всего запомнился, наверное, Амазинг Роллиплей, потому что это был мой самый первый РП проект, понимаете? И куда бы я ни уходил, в другие игры там и так далее, но всегда хотелось вернуться на проект Амазинг Роллиплей. Я не знаю, с чем это связано, потому что, я думаю, многие пытались уйти на другие проекты, пытались уйти просто с проекта Амазинг Роллиплей, но мало у кого это получалось, потому что, по сути, Амазинг РП, это как будто, знаете, какой-нибудь наркотик просто, от которого ты не можешь избавиться, и ты всё равно, рано или поздно, возвращаешься на данный проект. Я думаю, это связано с тем, что проект Амазинг Роллиплей себя очень хорошо зарекомендовал за эти 7 лет, реально, просто, все играли на этом проекте, и реально, все кайфовали, потому что, 15-й год, реально, была просто бешеная атмосфера, которую делали игроки. Тогда не было, пацаны, ничего, просто, понимаете, не было ни голосового чата, ни аудиосистемы, никакого-либо нормального тюнинга, понимаете, были просто машины обычные, деревенские, там, запорожцы, там, BMW старые были, Нивы, так и так далее. То есть, тогда, по сути, не было ничего, была, по сути, голая GTA CRMP, просто немного переделанная, вот и всё, понимаете. Но, была, пацаны, атмосфера, была реальная атмосфера, которую делали игроки, и от этого просто все кайфовали. На данный момент, пацаны, 2022 год, понимаете, проекту 7 лет, и за это время много чего поменялось, в лучшую, конечно же, сторону. Да, пацаны, той атмосферы уже нет и не будет, мне кажется, потому что, тогда, мне кажется, люди какие-то были, более, знаете, дружные, более отзывчивые, добрые. Сейчас, такой комьюнити, пацаны, то, что много кто оскорбляет родных, любит подэмить, просто, пацаны, сейчас уже не то поколение, мне кажется, многие, как бы, избалованные люди заходят, злые какие-то, на проект. Конечно, да, есть и хорошие люди, я таких тоже много знаю. Понимаете, 7 лет уже с Амазингом, по сути, я знаю руководство, я знаю многих игроков с первого сервака, со второго сервака, других серверов, то есть, ну, это реально просто очень большой комьюнити. На данный момент, как я и говорил, проект очень сильно поменялся, теперь можно иметь очень много машин, а на тот момент можно иметь было всего лишь одну машину, понимаете. Также, появилась аудиосистема, голосовой чат, появились новые тюнинги, занижение, тонировка. В 15-м году об этом никто мечтать даже не мог, понимаете, об этом никто не думал, никто не мог ожидать такого, то, что эта игра будет жить и по сей день, и она будет очень-очень быстро развиваться. Понятное дело, хотелось бы вернуть старую атмосферу, но старую атмосферу делали игроки. Если вернуть старый мод, пацаны, то ничего, в принципе, не поменяется. Но эти моменты, понимаете, когда ты только первый раз начинаешь играть в КРМП на проекте Амазинг Холиплей, ну, это просто, ну, реально, это ни с чем не сравнить, потому что вот эти все, знаете, эмоции, вот эти все моменты, их никак уже не вернуть, пацаны. Хоть бы ты их где не начинал играть, как бы это уже не вернуть, потому что тогда был другой комьюнити, тогда был другой подход, другие люди, другие, как бы, принципы, там, и так далее. Поэтому это ничего, пацаны, не вернуть. Что я в целом могу сказать, что мне нравится на проекте? Мне нравится то, что часто выходят обновления, добавляют ивенты, особенно ивент Сталкер, потом новогодний ивент. Раньше этого тоже, пацаны, не было, раньше не было ивентов, понимаете? Да, раньше были подарки, в принципе, был космос, но таких ивентов масштабных, крутых, в принципе, не было. То есть, в любом случае, Амазинг идет в ногу со временем, в любом случае, нужно добавлять новые машины, новые системы, новые интерьеры, понимаете? Надо все равно улучшать проект и идти в ногу со временем. На данный момент Амазинг составляет 5 серверов, онлайн примерно 2-3 тысячи, я точно вам сказать и могу. То есть, по сей день Амазинг как бы живет, выходят обновления, выходят ивенты, скоро выйдет глобальное обновление, в которое добавят новые фракции, новые машины, новые интерьеры. То есть, будет реально много чего нового, поэтому, пацаны, кто желает, можете, повторюсь, приходить на проект Амазинг Хори Плей. Ему как бы 7 лет, как бы есть конкурс, есть много чего интересного. Многие меня спрашивают, Кирилл, как тебе не надоело 7 лет уже, ну, грубо говоря, 7 лет играть в КРМП, как тебе просто это не надоело? Мне не скучно за того, потому что у меня, как бы, есть мои друзья, знакомые, с которыми мы постоянно играем. У нас в Дискорде сидит по 10, по 15, иногда по 20 человек. Понятное дело, если вы будете играть в соло, то есть в одиночку, то вам, конечно же, будет скучно. Просто я вам советую, если у вас нет друзей, их найти, с кем можно реально поиграть, нормально пообщаться, чтобы вы находили общий язык, и тогда вам не будет скучно играть. Конечно, если вы будете в соло играть, либо даже, мне кажется, вдвоем, то вам будет скучно. Поэтому находите какие-то семьи, какие-то компании, каких-то людей, фракции, там и так далее, и просто общайтесь, понимаете? Общение, пацаны, это реально очень круто, когда вы можете пообщаться, вам могут чем-то помочь, что-то подсказать, там и так далее. Поэтому, для того, чтобы вам не было скучно, во-первых, нужно себе найти друзей, нормальных только друзей, которые не будут вас там разводить на имущество и так далее. Проверенных нормальных друзей, с которыми реально можно нормально пообщаться. Во-вторых, я вам советую ставить цели, допустим, накопить там на какой-то бизнес, накопить на какую-то машину, заработать какую-то сумму денег, там и так далее. Тогда вам будет интересно играть. Ну что ж, дамы и господа, я надеюсь, что я вам всё рассказал, всё как нужно, всё как надо, рассказал подробно, как я начинал играть, почему я играю на проекте, сколько я играю на проекте, там и так далее. То есть, рассказал вам всю самую интересную информацию. Я реально в шоке, то, что проект дожил до этих дней, реально, семь лет, пацаны, семь лет. Я уже не знаю, какой раз я это повторяю, но семь лет проекту, понимаете? Это очень много, поэтому, как бы, я очень рад, что проект до сих пор живёт, то, что им занимаются. Надеюсь, что в следующем месяце уже выйдет обновление, ну а я вам советую участвовать в конкурсе. У вас ещё есть в запасе 10 дней, чтобы отыграть в 48 часов и выполнить все условия данного конкурса. И, возможно, вы заберёте что-нибудь хорошенькое. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok